Всем привет! В эфире Универа Ньюз, а в студии Элина Земскова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ прошли выборы председателя профсоюзного бюро. В Казанском федеральном университете проходит форум «Ислам в мультикультурном мире». В Казанской ратуши состоялась церемония вручения международной премии имени Евгения Завойского. 26 сентября состоялось очередное заседание депутатов Апастовского района Республики Татарстан, участие в котором принял и Ильшат Гафуров. Поводом для собрания стало избрание нового главы. А теперь к другим новостям. Подготовка билингвальных учителей в Казанском университете набирает обороты. В этом году на обучение было принято 142 студента. Более подробно смотрите далее. В Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета на 2019-2020 учебный год было принято 1292 студента. Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве «Татаринформ» рассказал директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радив Замалединов. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского филологии и межкультурной коммуникации Казанского филологии. Декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуу Тукая Рамиль Мирзагитов озвучил данные приема в Высшую школу, подробнее остановившись на направлении педагогическое образование по подготовке билингвальных педагогических кадров. Казанского филологии и межкультурной коммуникации Казанского филологии На заочное отделение по этой же программе было принято 50 человек по дошкольному и начальному образованию. Это студенты и выпускники педагогических колледжей Арска, Мензелинска, Нижнекамска и Казани. Студенты, 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 балалар республики, После обучения молодым билингвальным специалистам гарантируется место работы, где они должны отработать в течение пяти лет. В библиотеке имени Лобачевского прошло заседание профбюро аппарата управления Казанского федерального университета. Все подробности смотри далее. В библиотеке имени Лобачевского КФУ прошло заседание профбюро аппарата управления Казанского федерального университета. Данное заседание связано с предстоящей конференцией профсоюзной организации КФУ. На заседание поднималось несколько вопросов, такие как выборы председателя секретаря собрания, выборы председателя профсоюзного бюро и выборы в состав профсоюзного бюро. На нашем собрании мы утвердили и согласовали участников от профбюро аппарата управления на данную конференцию. Был представлен доклад председателям профбюро аппарата управления по итогам работы с 2016 по 2019 год. На заседание были представлены все структурные подразделения, которые входят в профсоюзное бюро аппарата управления. По итогам отчетно-выборного собрания единогласно выбрали председателя профсоюзного бюро аппарата управления Елену Смольникову. На наше отчетно-выборное собрание вторым вопросом были выборы председателя профбюро аппарата управления. В 2016 году была выбрана я. И прошло, получается, три года, и нужно было сделать перевыборы. И, как вы видели, все члены профсоюза единогласно проголосовали. Отчетно-выборная конференция профсоюзной организации Казанского федерального университета будет проходить в ноябре, где будут присутствовать делегаты от всех структурных подразделений. На конференции будут подниматься вопросы, касающиеся выборов председателя профсоюзной организации Казанского федерального университета. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универ-Ньюс. Девятый форум «Ислам в мультикультурном мире» начал свою работу в Казанском федеральном университете. В течение двух дней специалисты обсудят важные темы, волнующие исламское сообщество. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. В Казанском федеральном университете стартовал международный форум «Ислам в мультикультурном мире». Тема форума звучит как «Ислам в Евразии. Адаптация и интеграция мусульманских сообществ». Уже в девятый раз форум собирает ведущих зарубежных и отечественных ученых-исламоведов. Представители органов власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Мусульманского сообщества России и Татарстана. С начала 90-х годов очень мощные попытки раскачать российское мусульманское сообщество. Были попытки в конце 90-х годов, в 2012 году. Мы этому противостоим, и я повторяюсь, мы собираемся девятый раз. Если в Казани, в Махачкале, в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах, где живут сотни тысяч мусульман, спокойны, это часть нашего труда. Вы видите, что российская мусульманская община живет в мире, что в самых разных регионах России наблюдается мир стабильности. В этом году в рамках форума большое внимание уделяется таким темам, как мониторинг ситуации внутри России, а также во внешнем мусульманском мире, противодействуя радикальному исламизму и терроризму в Центральной Азии. Основной целью форума является объединение научных сил специалистов, занимающихся исламской проблематикой. Через обмен информацией о научных достижениях, координации целей и задач, стоящих перед специалистами в данной области. Форум проходит на двух языках – русском и английском. В течение двух дней форума состоятся конференции, круглые столы, секционные и пленарные заседания. Одной секцией стал шоу-рум Вышешколы журналистики и медиакоммуникации КФУ, где обсудили трансформацию Ближнего Востока. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. 26 сентября состоялась церемония вручения премии имени Евгения Завойского. В стенах Казанского университета ученый совершил открытие мирового уровня – электронный парамагнитный резонанс. Подробности смотрите в следующем сюжете. В Казанской ратуши состоялась торжественная церемония вручения международной премии имени Евгения Завойского, которая присуждается за выдающийся вклад за применение или развитие электронного парамагнитного резонанса, открытого в 1944 году доцентом Казанского университета Евгением Завойским. Важность премии заключается в том, что это должно быть международное признание того, что Казань есть столица электронного парамагнитного резонанса и вообще магнитного резонанса. Все-таки, наверное, самое главное – это и премия, и мировое признание, и взаимодействие с международным сообществом, магниторезонансным международным сообществом, важно для того, чтобы в Казани это все развивалось живо дальше и, опять-таки, было близко к какому-нибудь первому месту в мире. Лауреатом Высокой научной награды 2019 года стал профессор Хитоши Отто. Она присуждена ему за выдающийся вклад в террогерцовую аппаратуру электронного парамагнитного резонанса в сильных полях и ее применение физики твердого тела. Я бы хотела повторить, что для нас это огромная честь, для меня поздравить профессора Уотто еще раз. Поздравлять на японском. Хитоши Отто – один из основателей Азиатского Тихоокеанского общества электронного парамагнитного резонанса и общества электронно-спиновой науки и технологии. Валерия Мратова, Ленарда Влетьяров, Универниус. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова